В Таркове бытует ошибочное мнение, что новичок, или игрок без топового снаряжения, ничего не сможет противопоставить группе хорошо экипированных бойцов. Давай вместе попробуем развеять этот миф. Появляюсь в центре завода, сбираюсь наверх, и слышу врага. Бот заразы вообще не кстати. Бот, отстань. Погоди! Спасибо, синемишка, отличное предложение, сейчас чуть-чуть занят там страшные два. А забегая наперёд, задание от синевой мишки я принял, но решил залить его отдельным видосиком. Мне крайне повезло сагрить на себя двух ботов, которые просто не позволяют прятаться от врагов. Это вот за что? Блин, я не убил одного. Близко. А значит, нужно срочно менять позицию. С другой стороны, они в глушённых касках. Значит, слышать мои перемещения им будет сложнее. Летяносим. Я очень надеялся подловить одного из них в кишке. Но тут пусто. Эй, земляк, выстрелять не перейдите! Мы не убираем! Пока ответы на бота, надо действовать. Далековато для фельшет, поэтому сближаюсь. Первый готов. Поросёнок отдыхает, ещё один есть. Так, Дениска, что за дискриминация пошла? Все жизни важны. И да, я играю не на основе, а на аккаунте 25 уровня. Да, давайте клинить ещё начнём. Их ещё, оказывается, трое. Но это далеко не все сюрпризы, которые меня ждали. Ребята какие-то зашуганные забились по углам и сидят. Поэтому приходится действовать самому. Второй минус. Я должен? Как будто бы у меня много лишних боеприпасов. Заметил? На боссе Тагила разгрузка четвёртого, а не шестого уровня. А ещё и Сайга на экспансивных патронах. Я понимаю, что нужно добить последнего, лутаться и сваливать. Но его ещё нужно найти. И последний. Либо в подвале сидит. За стенкой. Забился в угол такой. Судя по шмотру, далеко не первый уровень. А с другой стороны, тиммейта могли вынести. С ним в подвале получается вот тут где-то. Но торопиться тоже нет смысла. Лучше осмотреться. Грее всего, вот тут. Извините, спасибо большое за активность. Давайте я сейчас пробую дотащить. Груст. Танки у синей подчёркивания Мишки Шарабжи. Угу. Нашёл. Но как же неудобно. Он за лестницей, в углу, на дистанции. Он болтынил, не слышит людей. Мне надо ближе подойти, чтобы достать. У меня картечь там осталась, да? Но на самом деле, я её просто расстрелял. Вот хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Вон он! Вон он, блядь! И бак его! В смысле, он умер, что ли? А, он вниз ушёл. И как своевременно он это сделал. Как раз подошли боты, которые могли бы помочь. Но они решили не агриться. Здесь мне крайне не повезло с таймингами. Мне бы ближе подойти. Да и закликивать так не стоило. Жалко, уровни не узнали. Это самое интересное было. Но урона тут прям чуть тысячи три-четыре, наверное. Ну, как бы да. Очень жаль. Но он ещё вылез, так не вовремя. Тагила, конечно, дал бы он какую-нибудь там ксюху на БТшках, да? Можно было бы прицельно пострелять. А лучше на иголках. Он дал Сайгу на экспансивках против алтынщиков. К теме внезапно появляющегося Тагила есть ещё момент. Случился он несколькими рейдами позже. Да-да, я всё ещё на втором аккаунте, и оружие у меня так себе по прочности. Это понятно. Ну, 22-го. 25-го. Кого не встретишь, все хай-левелы. Здесь в дырках и во лбу ещё звезда горит. Вроде бы всё замечательно, подлутался, пошёл на выход. Вначале на картечку. А потом на фельдшетах. Если куда-нибудь вдаль, то аппы бери. Но кто-то за мной гонится. Обидно, правда? Обидно, правда? Никита Васильевич, ну настрой босса. Ну корявый же. С другой стороны, у него есть миньоны. О, вижу их. Огромное спасибо всем, кто не забывает про большие пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. С чайником. Он мне чаю нёс, пацаны. Это точно сон? Конечно. Пить из юночных сон. На здоровье! И дамы. Блин, а я не понял. So, I'm kinda stupid. Люди не могут меня серьёзно воспринимать. Чееееее. Так, более-менее. Теперь серьёзно. Теперь серьёзно. Now it's serious.